Всем привет! Сегодня 12 декабря 2020 года. Эпопея продолжается. Вот прикупил лодку, мотор, готовлюсь к большой рыбалке, к прогулкам по российским рекам. Однокомнатная квартира, хрущевка. Пока жена гуляет, я тут занимаюсь. Поставил колеса трансовые. Ну, мало ли, пригодятся колеса удобные. Жена, конечно, если это все видит в квартире, то сердце кровью обливается. Но она не понимает, что я делаю это для двоих. За место всех отпусков, планированных куда-то за границу, я вот потратился сюда. Будем осваивать наши амазонки. АК, Волга, Клязьма. Ну, вот колеса. Ну, уверен, что пригодятся. Съемные. Одной рукой снимаются, одной рукой ставятся. Если где-то... Если где-то от удаема далеко, лодку нагрузил и покатил. Лодка наша. Уфа. Ну, молодцы, конечно, сделали ручки. Да, добавил тут еще рым. Знаю, что пригодится. Вот они добавили здесь ручку. Отлично. Лодка двухместная. Сланцевый пол. Так что можно вставать. Еще одна прекрасная вещь. Но это не мое изобретение. Вычитал в интернете. Какой-то умный человек. Руку ему пожать. Вот всего лишь-то. Базопроводная муфта. Стоит 50 рублей. Вот она. Оригинальная с магазина. Вот. Сюда в транец. Отлично. Отлично. Крепко держится. Для удочек. Для спиннинга. Спасибо человеку, который показал это в ютюбе. Легко вставляется. Все. Очень крепкая. Хорошо держится. Не болтается. Ну, можно придумать какой-то упор внизу. Ну, не знаю. Буду весной пробовать. Моторчик. Моторчик. 3,5 лошадиные силы. Если вспоминать нашу юность советскую. Мопедную эпопею. Я его сравниваю как с Д5 мотором. Д5 на мопеде. Ну, судя по отзывам. Кто хвалит, кто ругает. Ну, как бы не ломается. 20 километров в час с него люди выжимают. Ну, вот так вот. Что делает коронавирус человеком? Вот готовлюсь. Вот моя мастерская. Балкон. Хрущевка. Все мастера в один голос говорили. Хрущевку утеплить невозможно. Но я уже давно привык никого не слушать. Все делает сам. Пластиковые окна. На улице минус 10. При открытых дверях в комнату температура на балконе не падает. Уже третий сезон. 20 градусов. 20 градусов. На балконе. На улице минус 6. Ну, побольше. Окно греет. Так что никого не служите. Делайте, утепляйте. И все получится. Только нужно правильно делать. Немножко знать физику. Ну, я посмотрел в интернете, как утепляются космические корабли, космические станции. И что-то взял оттуда. По принципу. Всякое у меня тут оборудование. Миниатюрные станочки. Ну, вот так вот. Так вот живем. Так вот живет человек в России со средним заработком. Ну, во всяком случае, может так жить. Ну, это, конечно, не знаю, как я дождусь весны. Но весны я, наверное, не дождусь. Дождусь, когда сойдет лед и сразу покачу откатывать мотор. Блин. Ну, круто, конечно. Круто. Круто. Прикупил эхолот. Так что спасательные жилеты. Естественно. Вон еще одна лодочка висит. Но это на буксир буду тягать. Потому Рым и сделал вдвоем ехать на 2-3 дня, если вещей много. Так что можно на буксире с собой, на прицепе. Ну, в планах Татьяну научить на веслах сидеть, а сам где разрешено сеточки поставить. Как в Латвии на аппендиците. Ну, кто из Латвии посмотрит, тот поймет, о чем я. Ну, а так. Ну, в общем, вот так вот. Не терпится поделиться. Ну, по цене. Лодка 12 тысяч рублей на декабрь месяц. Мотор 9 тысяч рублей. Это значит 21 тысяча. Колеса 3 тысячи. Это значит уже 24 тысячи. Ну, плюс всякие мелочи. Мелочевка всякая. Ну, еще 5 тысяч, 30 тысяч. всякие допы, спасательные жилеты, еще одна лодочка. короче, полный комплект. Ну, наверное, 500 долларов за все. За все. на сегодняшний день на сегодняшний день я думаю, что это нормально. 500 долларов, 40 тысяч, 35 тысяч, грубо. Это поездка одному в Крым и обратно. но так как мы в Крым не поедем и обратно, мы будем за эти деньги плавать по местным амазонкам. Спасибо за внимание. весной продолжим.